Чтобы повторить то, что мы сказали пару секунд назад, что наша foundation, фундамент нашего взаимоотношения, счастье, это наша личная полноценность. И потом, что мы должны оставить, прилепиться, их вы хорошо подметили тоже, для жены это уважать, для мужчины это любить. И потом в бытии написано, что и они станут одной плотью. И здесь я хочу подметить слово станут, это означает, что это процесс, одной плотью. Проблема, конечно, бывает, что какой плотью, его плотью или ей плотью, имеется ввиду, что they become one flesh, which flesh? Очень часто, когда в начале брака, очень часто, что один человек тянет на себя, чтобы жена стала более, как я. А жена, конечно, хочет, чтобы он стал более, как она. Стать одной плотью. И я прочитаю по-английски, и Свет, может, ты переведешь. Соксесс брака не приходит от того, чтобы, когда мы находим правильного человека. О, у нас будет notes. Thank you, Jesus. But in the ability of both partners to adjust to the real person, they inevitably realize they're married. Oh, that's a hard one. Sweet. Да, но способностью обоих партнеров приспособиться к тому человеку, к которому они поняли, что они женились. Да, что, короче, попались. Что-то не то. Не в том, чтобы найти совершенного человека или изменить его в себя, а adjust к тому человеку, к которому они женились, и просто, можно сказать, стать одним. Не как она или она, как я, а кем-то другим. Как посерединке, чуть-чуть от того, чуть-чуть от того. Да, по-английски это будет чуть-чуть звучит more interesting. В каждом мэридже есть пять таких левелс, if you can put it up for us. The first level is fascination. Первый уровень это... Так увлеченность, как будто удивление. Второй one irritation. Раздражение. Третий это toleration. Ты смиряешься с этим уже? Терпение. И четвертый это appreciation. Когда ты уже благодарен. Celebration. Празднуешь потом. And that's the last one. Да, последнее. Кто-то сказал, что каждый брак, он имеет четыре wedding rings. Это первое engagement ring, потом wedding ring, потом suffering и потом enduring. Да, поэтому если вы уже все четыре получили, вы уже успешны. Да, но мне кажется, самое трудное, это бывает то, что очень часто то, что мы ожидаем, другой человек, он до конца не понимает наши ожидания. Они, ну, мы не понимаем ожидания другого человека. И второе, что до конца не понимаем сами себя и насколько другой человек, с которым мы женаты, они разные. Вот, например, я украинец, Света, она с Москвы. Наши две страны сейчас, ну, между собой там мира нету. Даже было в одно время, когда был Майдан, то в Трай-Сити есть newspaper, которая главная newspaper. И воскресенье, это их главная, ну, такой, можно сказать, publication. Меня, Света, на фронт-пейдж написали house divided, дом рассоединенный. Славяне в Трай-Сити, которые по-английски не шпрехают, начали распускать по Америке молву, что я развожусь. И это, потому что, говорит, звонит моего пастора, говорит, ну, понятно, вы харизматы, разводитесь. Понятно. Ну, для чего пойти в газету и объявлять это в газете? И это. Мы разные. Я с Украины, а нас с Россией. У нас разные personalities. И, ну, что интересно, что когда мы не были женаты, я думал, что мы обои одинаковые. Нам все то самое нравилось. Я притворялся в многих вещах. Я говорил, что мне Старбакс нравилось, и вот этого времени я вообще в Старбаксе не был. Я слово латте не мог вымовить. И когда я увидел, что это пять долларов надо платить, у меня сердце болело за это. Я и притворился, что я суши любил. Это суши, только одно, это отче суши на небесах, это только одно суши я знал. Больше никаких суши я перед этим не был. Ну, и ради нее я так все, она на роликах любит кататься. Я говорю, да я, я тоже перед этим на роликах ни разу не стоял. Да, я люблю на роликах. Ну, я притворялся в многих вещах, чтобы она поняла, что я, ну, не дикий, не странный, что я вот такой же, как и она. Потому что, знаете, opposites, они attract. Перед свадьбой и потом, opposites, атак в свадьбе. И это. И потом, когда мы женились, я понял, насколько, чем дальше мы живем, я понимаю, насколько она вообще другой человек, кроме, как я. Это как Иаков пошел спать из Рахилю и встал из Лио. Проснулся, проснулся, да. Знаете, пошел, он думал, что это был Рахиль. Это в каждом браке так. Ты идешь с одним человеком, а потом через пару лет, знаешь, ты вообще на другом человеке женился. И это всегда так бывает. И здесь не то, что мы сделали ошибку, это просто, что мы должны, как Бюля говорит, мы должны стать одной плотью. Мы должны встретиться посредине. Встать одной плотью. И мы хотим сейчас просто подметить три вещи, которые, они способствуют или помогают нам стать одной плотью. И эти три вещи, эти три вещи, в которых и бывают почти корни всех наших конфликтов. Перед этим подметить, что... Окей, мы просто jump in, и через эти вещи мы там чуть-чуть остановимся. Первое – это lifelong commitment. Лайфлонг коммитмент – это жизненное посвящение. Это посвятить себя другому человеку на жизнь. Когда есть посвящение на всю жизнь, тогда, когда есть постоянство посвящения, просто в подсознании, мы просто сделали такой выбор, что я вот с этим человеком буду на всю жизнь, тогда все проблемы, они временные. И как мы это делаем, например, что слово «развод», оно не может выходить из наших уст. Это первое. Развод – нет. Помню, когда у Руф Билли Грэма жены спросили, говорит, ну вот ты, с Билли Грэмом было, а ты когда-то вот думала о разводе? Она говорит, что murder – yes, divorce – no. Тобто, ну, убийство – да, говорит, но развод – нет. И это, постоянство посвящения друг другу, посвящение через это, через это посвящение. Много вещей, они просто сами по себе, они решатся быстрее и лучше. И поэтому, даже когда самое раскаленное, самое просто трудное время, какое-то просто несогласие, конфликты, мы решили с самого начала, перед тем, как мы женились, что мы никогда, никогда друг друга разводом угрожать не будем. Убийством – можно, зависимо от ситуации. И это, или что-то она подцепит мне в борщик. И это, но развод – это никогда, это никогда не выйдет из наших уст. И слава Богу, у нас были, ну, ситуации, трудности и так далее, но никогда ни разу слово «развод», оно не выходило. Просто я думаю, что когда у тебя развод не стоит как опция, ну, как вариант в твоей жизни, ты начинаешь думать по-другому. Ты начинаешь со всеми своими силами искать ответ к вашей проблеме. А если где-то там далеко у тебя в подсознании есть один из выборов, может быть, ну, когда уж совсем все будет плохо, тогда, может быть, мы разведемся. И тогда вот этот вот запасной один вариант, он всегда будет проблему делать больше, чем она есть, может быть. И это как будет всегда открытой дверью, чтобы не искать всеми силами, ну, как чтобы помириться и найти разрешение. И мы не хотим сейчас, есть люди здесь, которые разведенные, мы не хотим, ну, унизить или принести какой-то стыд или в этом. Но тем, которые сегодня женаты, вы должны все ваши бридж к вашему прошлому или эту лодку развода, ее надо спалить. Чтобы вам назад никаких вариантов не было. Поэтому потом разум и эмоции работают только на то, чтобы найти ответ. А вы уже не разделены внутри. И у нас, например, вот, я даже представление никогда не строю, например, что будет, если бы, например, там, что-то с нами это. У нас только вот вперед, вот только вижу, или я умру, или нам надо просто быть успешным в этом, потому что у нас нет других вариантов. И мы сразу с первого начала нашего брака мы сделали, что развода у нас просто его не будет, и все. И просто любую проблему, когда ты встречаешь браки, у тебя, как бы, и в твое будущее, ты почему-то, даже если все плохо, все рушится, где-то там ты видишь свет. И ты знаешь, что, ну ладно, может, когда-то будет все хорошо, если эта дверь к разводу, она закрыта. А когда она открыта, у тебя, как бы, свет, получается, сзади. Тебе надо идти назад, а впереди все темно, и поэтому твои мысли, они постоянно негативные. Тем более, много людей, они просто угрожают друг другу. Я тебя ставлю, я тебя, я развяжусь. И эти угрозы, это просто открытая дверь дьявола, и все. Эти слова, они просто ваш брак разрушат. Ни проблемы, ни конфликты, а ваши слова. Понятно, что, почему мы угрожаем? Потому что больно, другой человек эту боль не понимает. И мы хотим добавить через нашу силу слов, чтобы до человека дошло, что я серьезно, мне больно, я страдаю, ты меня не слышишь. Но это другому человеку не приносит состояние до его сердца. Это просто открывает двери дьявола. И дьявол приходит, и он начинает просто разрушать ваш брак. Второе, что в нашем посвящении друг другу, это на уровне наших мыслей. Что, когда конфликт происходит, и когда вещи не меняются, как будто трудности, надо всегда ловить эти мысли. Как в Song of Solomon написано, что Catch little foxes for they spoil the wine. Как ловить маленьких лисиц, потому что они... Портят виноградник. Портят виноградник. Это мысль в браке, когда ты начинаешь думать, что ты сделал ошибку. Или вот если бы подождал, может, кого-то на таком-то другом женился бы. Я помню, вот первый год, даже первые два года, у нас были такие, так накаляли ситуации, что эта мысль, она просто как запарковалась у меня около разума. Она не вошла в разум, но она вот там просто так была, и она так была рядом. Она так хотела, просто просила, стучала, как эта злоба у Каина была. И Бог сказал, что она просто в дверях стоит и хочет туда войти. Она просто была рядом. И даже Света у меня иногда спрашивала, говорит, ну, Влад, ну а то, что... Говорит, ты думаешь, что наш брак, он от Бога? Да, я у него спрашивала, потому что я постоянно чувствовала, что что-то не так, что он как будто чувствует, что, о, может быть, я плохая, там, не для него была предназначена. Я всегда у него спрашивала, ну, ты веришь, что я для тебя от Бога послана? И он никогда не мог мне ответить этот вопрос. И меня это так ранило сильно. Ну, я отвечал, я только это духовно там как-то... Ну, ты там что-то путал, путал, и я знал, что на мой вопрос ты не ответил. Да, я сказал, что на том, ком я женился, это тот от Бога. Да. Да, короче, в другом смысле знал, что не знаю. Да. Да, и был второй вопрос, который меня очень сильно мучил, и я боялся. Когда она спрашивала всегда, и она говорит, если бы ты мог бы жениться, женился ли ты на мне еще раз? Ну, конечно же, нет. Но я не хотел это говорить. Я хотел сказать так, ну, я говорю, во-первых, я жениться еще раз не буду. Я вот так себя выправдывался, но внутри у меня была борьба. И такая была борьба, что у меня была, у моего разума припаркована такая мысль. Когда трудности были, что я, наверное, сделал ошибку. И я с этим боролся. И в одно время я просто решил, я знаю, что если эта мысль, она войдет, внутри у меня уже посвящение, уже там посвящения нет. Я чувствовал, что это от Бога все хорошо, но когда мы встретились с некоторыми проблемами, и я начал видеть, что, ну, она вообще не такой человек, ну, это была Рахиль. А потом я проснулся, и увидел, что это Лия, а не Рахиль. Это как будто другой человек. И у меня начали просто прорезать эти мысли, но я с этим боролся. Я сказал, что нет, это неправда, я эти мысли отвергаю. И я сам себе сказал в то время, я это не чувствовал. Я сам себе сказал, это от Бога. И если у меня будет еще, я это не чувствовал в то время. Я сказал себе, что если будет еще один шанс, я на нее женюсь быстрее. И когда я себе сам это сделал, только выбор внутри, что интересно, оно просто как-то потом ушло, и уже в конфликтах, когда уже были трудности, уже этот вопрос, он был уже решен. И уже потом, когда я отвечал на этот вопрос, говорит, конечно, бебек, я тебя, ну, женился бы, я говорю, на второй месяц, говорю, мой папа и мама женились через два месяца. Когда неделю перед свадьбой мой папа пришел, то он еще не знал, кто такая моя мама, то он говорил с маминой сестрой, думал, что это была моя мама. Потому что он встречал ее только два раза. И он с ней общается, там спрашивает, как будет брак вести, а моя тетя Марина, она говорит, ты послушай, я не Зоя. Говорит, а, да? Говорит, а где Зоя? Понимаете? И это, да. Ну, там было вещи в старое время, вот просто было. И это. И я ей так говорил, говорю, что я говорю, мой папа, говорю, женился так на маме? Я говорю, я бы на тебе так сам уж женился бы, просто сразу. И это. Но для меня, чтобы это было посвящение, я должен был разрушить эту мысль внутри, что это не от Бога, и что я не женился бы на ней, если у меня было бы повторный шанс. Третье, это во время конфликтов или во время трудных ситуаций, особенно конфликта, никогда не приносить прошлое этого человека, чтобы gain upper hand in the argument. Чтобы, как бы, выиграть ссору. Да. Особенно, если прошлое у этого человека, оно грязное. Или где-то, ну, перед тем, как они покаялись, или даже что-то они сделали. Это, для меня это было трудно, потому что Света, она покаялась в Америке. А когда она была в Москве, она жила там, ну, она не была верующей. Хотя в церковь ходила, ну, и в Москве неверующие девчонки делают неверующие вещи. И, ну, она мне рассказала о своем прошлом и так далее. И когда мы женились, и было время, ну, оно было так несправедливо, потому что в нашем конфликте я всегда проигрывал. И, знаете, оно неправильно в том, что я вот такой святой и проигрываю. А она, ну, такой нехристианской жизнью жила. И как это может быть такая права? Ну, you know. I didn't lose my virginity. Знаю, я не потерял свою девственность. И я думаю, ну, я ничем таким не занимался, такой святой. И тут я всегда, я всегда виноват. И не может быть. И у меня было всегда, я вот так, знаете, есть... Окей, не буду приведить, например, потому что это из фильма. Я всегда искал... Окей, я приведу. Есть фильм, Джейсон Борн. Первый фильм. Это нехристианский фильм. И, короче, там на его, на его, в апартмене напал, на другой какой-то гитмен напал. И у Джейсона Борна ничего не было. И он там ручку искал и нашел ручку там где-то. Взял ручку. И этой ручкой, которая этого, короче, неверующего человека, помог ему, короче, с Богом встретиться. И у меня всегда это такой имидж, что во время нашего конфликта я всегда хотел рыться в ее прошлом и взять эту ручку. Тобто что-то с ее прошлого, которое уже Господь простил, которое я уже отпустил. И поднять это сейчас в конфликте, потому что мне это поможет, что вот, хотя я проигрываю сейчас, но ты проигрывала когда-то. Да, чтобы чуть-чуть себя чувствовать ровным. Но перед тем, как мы женились, я ей сделал обет, что во время конфликта я никогда не буду приносить твое прошлое в этот конфликт. Если оно меня troubles me, то есть у меня где-то оно всплевает и мне что-то там думается об этом. Я-то тебе скажу, но после конфликта, не во время конфликта. Потому что это теперь, это как поле мины. Оно воскрешает все прошлое, все проклятия, бесы, грехи, все оно поднимается. И уже у тебя не конфликт там, что ты там носки не поднимаешь, а у тебя же конфликт из 20 лет вместе. И этот конфликт ты уже никогда не решишь. И были времена, что я помню, я уже так достал уже, думаю, вот сейчас, короче, получится у меня. И просто Господь напоминал, говорит, ладно, если ты сюда пойдешь, ты идешь сейчас, ты будешь забирать то, что ты уже покрыл своим прощением. И Иисус покрыл прощением, говорит, ты просто, ты не только ты, никто здесь уже не выиграет. И для нас это было просто то, что мы не могли бы решать наши конфликты, зная то, что я знаю о ее прошлом, или то, что она знает о моем прошлом, если бы мы приносили бы прошлое, с которым мы уже побеседовали, простили, отпустили в сегодняшний конфликт. Для нас, вот, например, когда вот только в конфликте кто-то из нас приносит что-то, даже вот, например, за прошлый год, вот и раньше сделал, ты всегда это делаешь, мы коснемся этого через минутку, и это мы сразу останавливаемся. Почему? Потому что конфликт в браке – это боксинг, это спортбокса. Это не уличная драка. Знаете, на уличной драке? Куда-нибудь бей, камнями, ножами, да, попало, чтобы что? Чтобы добить этого человека. Мы решили так, что это спортбокса. Значит, есть куда-то монобить, куда-то нельзя, и есть whistle, есть время, в которое можно на то и биться. А время это остановилось, все, мы не можем, надо уже что-то это… Time out. Time out, да. И это, потому что очень часто во время конфликтов люди, это как драка на улице. Что под руку попадет, тем и бьем. И тарелки летают дома, и ножи летают, и двери разбитые, и там, и все выплевает. И поэтому для нас мы сделали таких пару себе законов. Один из них, что слово «развод» никогда не придет в наши слова, в наши уста. И второе, что мы не будем приносить из прошлого в сегодняшний конфликт, особенно тех вещей, которые Господь уже просил, и мы уже об этом поговорили, и это уже оставили. И последнее, что, это я уже напомянул в начале, это то, что если наш marriage, он permanent, тогда все наши проблемы, они будут temporary, временными. Если наш брак постоянный, то проблемы будут временными. Если мы подсознание просто сделаем, что мы до конца, у нас нету плана А, Б, мы посмотрим, не получится, или то, и все, там, ну, особенно те, которые идут и prenup agreement делают, сразу наперед уже готовятся к разводу, и это, ну, для чего жениться? Если ты так готовишься к разводу, ты уже сразу не женись, и все. И это надо идти стопроцентово, Библия учит, или вообще туда не идти. Если пойдешь стопроцентово, это надо, чтобы было подсознание в мозгах, что ты не ищешь, как выйти. Понятно, что есть ситуации, где, ну, там есть человек, там, грешит, или то, и все, и блудит, или так далее. Мы не говорим сейчас за эти ситуации. Мы говорим за ситуации, где просто какие-то несогласия, и мы начинаем сразу человеку угрожать разводом. Первое – это посвящение. Второе. Так, is this clock, how is this clock working? Did you put a countdown for me? Okay. All right. Второе – это коммуникация. Это loving communication. Loving communication – это, ну, коммуницировать с другим человеком через любовь. Объясни нам чуть-чуть. Communicating through their love language. Ну, мы, вы, наверное, все знаете, у каждого человека существует тот язык любви, на котором они разговаривают. Есть пять языков любви. Есть такая известная книга, называется Five Love Languages. И очень важно, чтобы вы знали, на каком языке любви говорит ваш супруг. Значит, там пять языков любви. Первый – это, какие там, напомню, один из них – подарки, другие из них – физическое прикосновение, время провождения, допустим, еще там два… а, слова, добрые слова и… acts of services – помощь, как бы, в домашнем быту, я так понимаю. Вот из этих пять вы должны найти один, который главный язык любви вашего супруга и стараться говорить на этом языке. И это очень трудно делать, потому что чаще всего, что получается, это то, что мы обычно даем людям то, что нам хочется, что мы любим и что мы ценим. Что, вот, допустим, я ценю… Мой, допустим, язык любви – это так, обнимать, и мне нужно такое физическое прикосновение. Ну, просто, вот, это мой язык любви. И если я это буду постоянно давать Владу, я это сильно ценю. Для меня это очень много значит. А, допустим, он… для него совсем по-другому. Для него это acts of services. Когда ты ему помогаешь и делаешь что-то для него, он просто чувствует, что он любим. И нам взяло несколько лет, чтобы это понять. На уровне разума это можно понять. А когда ты начинаешь это вообще-то приносить в свои взаимоотношения и в свой брак, это гораздо труднее иногда, чем кажется. И вот, когда мы начинаем говорить языком и делать… И постоянно помнить об этом. Делать то, что другому человеку, на каком языке любви он говорит. И если мы хотим, допустим, сделать что-то приятное, мне не надо ему давать hugs, потому что… Ну, ему все равно. Хакс, не hugs. Хакс, там, допустим, что-то сделать для него, там, убраться или туда-сюда. Вот это подойдет. Я помню, когда Света работала в BMW dealership, BMW dealership, и в субботу, когда была суббота, я помню, я взял, ну, помыл, почистил тот наш дуплекс, в котором мы жили все там, где-то три часа там, попылесосил, пыль вытер, везде траву покосил. Просто, ну, дом просто красивый, все хорошо, классно. Взял мою машину, помыл, попылесосил, там, выдрал все. Я поехал на работу, она не знала, я взял ее машину, помыл, попылесосил и все. Целый день я уборкой занимался. Почему? Потому что для меня, если кто-то уберет что-то для меня, это для меня любовь. Я так вырос, и это, я думал, что это будет так само для нее. Она приходит, и она заходит домой, и она не замечает, что трава покошена. Она вообще даже не заметила. Я думал, что она как Сара, и меня назовет господином. Ну, хотя бы поклониться. Понимаете? Это, ну, не надо ноги мыть, хотя поклон. И это, она заходит, она не замечает, что машина, она приехала на машине, она не заметила, что машина была помыта и почищена. Я захожу, знаете, я уже жду. Я жду, ну, что она хотя бы гналась. Мне не надо там большое, ну, хотя бы, что тут, вау, хотя бы минут пять, ну, чтобы она прославила меня. И это, она ничего не замечает. Она говорит, о, такой день был трудный. И я так сижу, у меня так... И она говорит, давай сходим в парк. Так, какой беды в парк. Ну, пройдемся. Я шесть часов, у меня ноги болят. Знаете, и она начинает мне там, короче, это, что, ну, там она не чувствует, что мы вместе. Я думаю, не понял. Я тут шесть часов отматываю, и все для тебя. А ты в парк хочешь идти? Я говорю, никакой парк не пойду. И все. Я говорю, ты заметила, что я дом помыл, машину помыл? Говорит, о, ну, хорошо, молодец. И все. Шесть часов, и молодец. И я такой был раздражен. Я думаю, ну, пошла ты. Иди сама в парк. Я говорю, никуда не пойду с тобой. И все. Я обиженный сижу, и так далее. Она при том же пришла, увидела, что я уже обиженный, и так далее. И пришла, говорит, ну, ну, ты же, ты молодец, ну, спасибо, и так далее. И потом, ну, она говорит, ты знаешь, для меня это просто не так важно. Я говорю, как это не может быть важно? Ты же, ну, женщина, ты же должна любить чистоту. Как это такое? Что с тобой? Говорю, я должен любить чистоту. Ты должна ж любить чистоту. Я говорю, для тебя это все делаю. Это не для меня. Я это все доказываю, но сначала это не было для нее. Я это делаю для себя. А думал внутри, из-за того, что я протратил шесть часов, это для нее будет какие-то баллы я заработаю у нее. И я понял, что если бы я целую субботу спал, и она пришла бы, я в пиджамах, и просто вот так шла бы, ее обнял бы, и мы пошли бы в парк на 10 минут, это было бы для нее больше, чем шесть часов. Я работал, как истеричане в Египте. Я очень, моя персоналити, это perfectionist. Я вижу, как Бог, замечаю в ангелах недостатки. Я замечаю недостатки в таких вещах, и это меня мучает иногда. Особенно в доме. Я замечаю сразу, только вхожу в дом, я замечаю 20 вещей, которые надо сразу поладить. Посуду не помыть. Я сразу все замечаю. Только седаю в машину, я сразу вижу бумажки, где кафе было спал, и все. В церкви это везде. И поэтому для меня это очень важно, чтобы это все было правильно и так далее. Но с временем уже, уже 8 лет больше женатым, мне уже стало по барабану половина вещей. Грязная ли машина, чисто она. Ну, все более-менее, если люди к нам приходят, особенно в американцах. Он уже стал чуть-чуть, как я. Да. Я уже так, ну, прихожу в американцы, и они говорят, что так все чисто, и так далее. Но с тем уровнем, в котором я вошел в мерч, он упал. И даже мама иногда приходит, говорит, не бьет, ну почему, и так далее. Я говорю, мам, успокойтесь, все нормально. Все классно. Я почему-то думаю, у нас всегда чисто дома. Да. А Света, у нее наоборот, ну, ее love language, это physical touch. Non-sexual physical touch. Потому что когда я сначала услышал, что это physical touch, я говорю, что это... А когда она сказала, что не сексуальный, ну, прикосновение, она говорит, пх, нехорошо, это трудно. И это, да. Я стараюсь помнить, ну, просто так, чтобы она там что-то делает на кухне. Это просто подойти ее, просто обнять, и на 5 секунд, не больше, и просто уйти, и все. Она уже все эти 2 часа, она будет только об этом думать, что я сделал. И это... И вот такие спонтанные вещи делать, или там в парк садить, или на этих роликах покататься, или, ну, сделать такие вещи, которые для нее важны. Ну, она там засядет на какой-то там TV show, или что-то, и в которой вообще, ну, я никакого интереса не хочу даже видеть этого. Я приду там, сядю, давай, посмотрим еще один episode. Я вообще там, ну, от boredom умираю. Но она знает, что мне это не нравится, но из-за нее, посмотри, все. И она говорит, ну, ты такой молодец, такое делаешь. Ну, я, конечно, не всегда так делаю. И это love language, потому что, видите, что это человек, он чувствует себя любимым, не так в словах, а если мы вот говорим к нему через его язык, и ты должен узнать язык твоего супруга, какой их язык. Если это, например, им нравится дела служения, или служение какое-то, что-то им помог в этом, чем больше ты это делаешь, тем больше они чувствуют любимыми. Если это подарочки, значит, они чувствуют себя любимыми подарочками. Или слова, ободрения, или хорошие слова, или время проведенное. И у нас это было большие, у нас почти половина конфликтов это было из-за того, что мы говорили на разных языках. Она на китайский, я на японский, или там на английский. И мы друг друга не понимали. Из-за того, что мы не говорили на тех языках, мы говорили на тех языках, которые мы хотели, чтобы другой человек говорил к нам. И из этого происходили много-много конфликтов. И когда мы начали просто понимать, что вот не потому, что она хочет пойти в парк, не потому, что ей все равно насчет того, что дом нечистый. Чистота – это второе. Первое – это надо прогуляться в парк. И то, что она хотела ходить в парк, для меня это не было то, что, ой, она только в ее голове, только вот фан-фан-фан, ответственности нет. Она вообще как незрелый человек. Это не то, это просто ее love language. И для меня это взяло чуть-чуть зрелости, чтобы это осознать. Насчет коммуникации. Одно, что мы научились от других людей, это не атаковать человека, а роптать. Я знаю, что очень часто мы смотрим на это очень плохо в браке. Ропот или complaining – это говорит, что я чувствую. А критисизм – это ты сделал. Представьте себе разницу, что я взял нож и вот так иду. Человек сразу начнет защищаться. А если я приду и скажу, что у меня вена здесь порезана, я обливаюсь кровью, человек сразу побежит ко мне. Ропот – это хорошо. Ропот – это когда, вместо того, что ты говоришь, ты никогда со мной время не проводишь, это атака. Человек что начинает? Защищаться. А когда ты говоришь, что я не чувствую, что ты меня любишь, ты показываешь, что тебе больно. И человек сразу начинает, ну, может защищаться, но мы начали так делать, что если я ропчу, не защищайся. Я тебя не обвиняю. Половина моих чувств, они неправильные. Но это мои чувства. Помоги мне просто. И все в то время. И иногда Света меня поправляла, потому что когда она начинает роптать, я сразу же, ты не чувствуешь так, ты что там чувствуешь так? Она говорит, подожди, я ропчу, я тебя не атакую в этом. Ты просто помоги мне в этом. И когда она меня атакует, я сразу говорю, давай ты лучше ропчи. Да, я думаю, это очень сильно, очень сильно важный фактор, чтобы позволить другому супругу время высказаться или дать ту свободу, вот как вы говорили, позволить человеку высказывать, что у тебя на сердце. И чтобы просто надо иногда замолчать и выслушать человека. Даже если это кажется, как будто это моя вина. И ты не чувствуешь, что это твоя вина, но как будто тебя обвиняют. Но если человек как бы ропчет, как он сказал, надо обязательно дать эту свободу и принять эти слова. И постараться что-то сделать. И как бы это очень-очень сильно важно. И мы научились, чтобы давать как бы space и место этому человеку, чтобы приносить то, что у тебя в сердце. Негативные вещи, мы сейчас говорим о негативных вещах. Потому что это легко дать человеку свободу, высказываться, когда все хорошо. А вот когда что-то болит или у тебя рана, и мы сразу как бы все мы отключаемся, и мы не слышим этого человека, потому что нам кажется, что что-то не в порядке. И мы должны дать место человеку высказываться. Я помню, что поменялось на что, когда вот Света начинает что-то говорить, что она вот так чувствует, что я вот чувствую, что мы не проводим время вместе, я чувствую, что ты меня не любишь. Говорит, ну как ты что? Я всегда так говорю, ну как ты такое можешь чувствовать? Это же неправда. И потом я начал понять, что когда я вот так говорю, я ее унижаю. И это. Хотя половину того, что она говорит, это неправда. Это всем понятно. Она-то знает тоже. И это. Но что-то помогает ей выйти на ту правду. Это когда я начал говорить так, что, знаешь, я говорю, I'm really sorry. Ну, мне I'm really sorry, что ты так чувствуешь. Я говорю, знаешь, вообще-то, говорю, там есть чуть-чуть правды. И это. Я начинаю говорить, ну, то, что есть. Я говорю, знаешь, я говорю, I'm really sorry. Говорю, ну, помоги мне лучше. Как я могу лучше стать? И так далее. И она сразу, она говорит, ну, ты вообще-то good husband. И это. Ты вообще-то неплохо. Просто я вот так чувствую. И ты начинаешь, и сразу выветряются всякие чувства, и выходят только факты. И это. И мы должны всегда помнить, что в каждом ропоте, или в каждой претензии, там всегда очень много есть эмоций, но там все равно всегда есть правда какая-то. И вместо того, чтобы сразу плевать на остальное и говорить только правду, надо, ну, recognize или acknowledge. Признать, как бы признать то, что есть. Да, признать все эти чувства. И это. Для меня, что было трудно, что я всегда чувствовал, что когда она роптала, я плохой, плохой, плохой husband. Я как будто, это как будто я плохой человек. Я потом понял, это просто половина этого, это просто эмоции. И когда я не начал лично себя атаковать сразу, а при этом понял, что когда она это переживает, это не означает, что я плохой, плохой муж. И это. И второе, что я не хотел никогда к ней прикасаться, когда она роптала. Я боялся чуть-чуть. Что на всякий случай там это не произошло. И потом она мне научила, говорит, если ты просто, вот когда у тебя чувствуешь что-то плохое там, или так далее, говорит, ты просто приди меня в немецкой жену, I'm so sorry that you feel like that. I'm really, really sorry. И это. А сразу говорит, мне просто стоит легче, и потом мы можем reconcile things. И это. Во время наших конфликтов в коммуникации, мы стараемся три вещи, которые никогда не используют в наших словах. Never, always. Никогда, всегда и плохие слова. Да, материться. Ругательские слова. Называть друг друга другими именами, кроме their first names. Да, зверскими именами, или там другими именами, с дикшнеры, или это, или с фильмов, и это. Как объяснить чуть больше, Баррид? Never, always. То есть, да, мы сделали такое решение, никогда не употреблять слово никогда или всегда. Когда, допустим, у меня была такая плохая привычка, и сейчас чуть-чуть лучше. Когда что-то не так идет, не по-моему, вот это уже как будто как привычка пошла. Я всегда говорю, ну вот ты всегда так делаешь, но вот ты никогда этого не делаешь. И эти два слова, они абсолютно, это неправда вообще ни в каком случае. Потому что если один раз, я помню, я их поправлял, а я вот один раз за восемь лет так не сделал. Уже нельзя сказать, что всегда или никогда. А почему говорим всегда, всегда или никогда? Потому что это, это добавляет, это дает тебе как будто подтверждение тем сильным эмоциям, которыми ты чувствуешь. Когда ты говоришь, что ты, я чувствую, что ты почти all, sometimes. Иногда. Когда ты говоришь, ты иногда это делаешь, это сразу твои эмоции срезает наполовину. И как бы человек не чувствует себя обвиненным на сто процентов. Ну все, я уж, ну такой плохой. Да, а когда мы добавляем до этой проблемы больше, чем в этой проблеме есть, мы всегда говорим так, что только эти два слова он использовал для Бога. Он нас никогда не оставляет и всегда любит. Эти два слова, они не принадлежат в браке. Потому что если один раз он носки поднял за 30 лет, значит, нельзя сказать, ты никогда. Потому что один раз он сделал это. Поэтому мы друг друга... Почти всегда. Уже лучше. Уже почти, уже на один градус атмосфера падает. Температура падает. Поэтому мы, вот только Света иногда скажет, я говорю, не всегда. Один раз я сделал по-другому. Или я говорю так. И что это, что делает? Это отсоединяет всю твою жизнь от этого момента. И ты фокусируешь тебя только на этот момент. Вместо того, чтобы заставляешь его измениться за 30 лет. Ты просто его заставляешь измениться за 30 минут. И каждый мужчина понимает, это легче измениться, чем за 30 лет. И еще одно, что сарказм. Как это сарказм? Сарказм. Сарказм. Мэн, у меня такая была проблема с этим. Особенно время конфликта. Поэтому я сказал, это демон. Это было... Мне так было трудно избавиться от этого. Я думаю, у многих мужчин есть такая проблема, когда такая интенсивная ситуация, им как будто легче отшутиться. Я знаю, у меня есть братья и папа. И я много-много раз это встречала. Но для женщин это так сильно раздражает. У нас тут только приходит такая интенсивная конфликта. В начале, первых пару лет особенно. А я еще чуть-чуть духовностью обладею. И у меня есть местописание на моей стороне. И я всегда так любил шутить. Я вообще-то не смешно человек по натуре. А только во время конфликта. И я начал, короче, прикалываться всегда. Она что там говорит? Я там, ты что? И есть сразу местописание, там что-то такое. И я просто не хотел у себя стать реальным с ней. Не хотел болеть вместо с ней. Не хотел ладиться. Не хотел признаться. И эти шутки, они всегда, всегда заканчивались чем-то плохим для меня. И потом прошло одно время. И Света просто, она не так прямо стала. Говорит, ты должен просто перестать. Шути, быть смешным после этого. Говорит, это вообще, когда у нас есть конфликт, это не до шуток. Говорит, вообще-то твои шутки, они не смешны. Ну, это очень серьезно. Потому что я всегда чувствовала, когда он отшучивался. Но я понимаю, что это был путь, по которому он хотел просто облегчить ситуацию там. Я все это понимала. Но мне было так неприятно. Я чувствовала, что он как будто не берет всерьез то, что я ему говорю. Как будто то, что я говорю, вообще не важно. И вот поэтому это... А я просто чувствовал, что too much pressure. Тяжая нагрузка. Да, надо облегчить ситуацию чуть-чуть. И это, и, конечно, это ничего не облегчало. И последнее, что мы коснемся сейчас, это посвящение, коммуникация. И третий, это конфликт. Это сам конфликт, решение конфликта. Первое, это то, что это не выиграть конфликт, а settle конфликт. Ну, короче, вы... Settle, settle. Settle, это решение. Как решить. Решить. Вместо того, чтобы... Значит, вначале я помню, что для меня это очень важно. Это сам такой comparative. Я всегда все хочу выиграть. И насчет конфликта, я хочу, чтобы все закончилось тем, что я был прав, а она не была права. Нет, ну, потому что, ну, я Богу служу, я молюсь много, я пащусь, и это будет хорошее на моем духовном разуме, что даже жена подтверждает то, что, ну, что святость есть, короче. И это... И потом я понял, что, ну, так конфликты не решаются. Конфликты решаются не потому, что ты прав, а конфликты, надо их просто решить, а не выиграть. И это настолько снимает pressure, что вместо того, чтобы нам каким-то там святошей быть, нам просто надо это решить. И когда мы это решим, кто выиграл, здесь нету выигравших и проигравших. В конфликте есть только, мы или решили его, или мы его не решили. И второе, что мы подметили, что главное, чтобы не идти спать с конфликтом, а чтобы оставаться и драться. Fight. И это... Я в начале нашего брака, ну, я всегда уверен, до девяти вечера я всегда уверен в том, что я прав. До десяти уже есть пара мыслей, что я могу быть неправ. До одиннадцати я уже, я уверен, что я уже неправ. В двенадцать я точно знаю, что я неправ. К часу я грешник бедный. Если она меня не простит, я вообще недостойен жить. И это... И уже до двух часов, я уже на коленях умоляю и прошу прощения. И это... Из-за того, что за нашу супружескую жизнь восемь лет, мы только один раз пошли спать, где вещи были настолько накаленные, почему вообще-то мы не пошли спать, я заснул. Я просто тогда еще не знал жену хорошо. Я его разбудила локтем в бок. Да. Знаете, ну, сначала идет конфликт, и потом мы наказываем другом молчанием. Света говорит, 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 а я молчу. Ничего не отвечаю. Просто, ну, я хочу просто довести ее, чтобы это кипело. Там я молчу, ничего. Я знаю, что мое время придет. Еще четыре часа только. И это... И... Ну, у нас ведь ячейки нет, услужения нет. Думаю, мы можем, ну, у нас есть время. Нет. И потом где-то до шести, мне уже надоело молчать, и я уже начинаю говорить. И она молчит теперь. И она молчит до восьми. Я помню, вот такой оксидент, где она до восьми молчала. Во вторник был. И это... Она молчит. И уже у нас проблема не та проблема, которая все началась шесть часов назад. У нас же проблема с проблемой, как мы проблему решаем. Уже проблема вообще забыла. Уже вообще проблемы нет. У нас проблема, как мы решаем проблему уже. Восемь уже пришло, девять пришло. И я уже, короче, все, ну что, ты уже не хочешь говорить и так далее. Как ты, то и все. Все, не хочешь? Окей. Я тоже ничего не хочу, значит. И уже в девять, и я помню, для меня очень легко заснуть. У меня есть один из Божьих даров, это дар заснуть. Я могу заснуть за минутку даже. За рулем могу заснуть, везде могу заснуть. Поэтому стараюсь далеко не ездить. И это, я лег, и я помню, думаю, так буду. То есть она видит, я обернулся, она на другой стороне кровати спит. Она, а ты там есть еще? Потому что я уже даже не дышу, я не хочу дышать, чтобы она не думала, что я живой. Она смотрит, если я живой. Видела, чтобы, ну, я не хотел ей давать удовлетворение, что я живой. И она каждые 30 минут спрашивала, если я еще там есть. И потом я нечаянно заснул. Я заснул, и я помню. Бум! Я просыпаюсь, и мы, что такое? Что происходит? Я забыл, что у нас был конфликт. А это... И, короче, у нас уже теперь поднялся конфликт на другой уровень. Как ты мог заснуть? Я уже забыл... Я до сих пор не помню, о чем мы ссорились. Я только помню о том, что мы ссорились о том, что я заснул теперь. И потом я же отдохнул минут 10. Я все, я уже измененный человек. Я говорю, бейб, я виноват? Да, конечно, я виноват. Всегда виноват. Прости, ну, прости же грешника. Ты же знала, что я грешник. И это... Я говорю, ну, о чем виноват? Она говорит, о том, о том. Я говорю, и это все? Говорит, добавь еще. Пока мы... Ну, на этой волне. Она все-таки доложила. Я говорю, конечно, я виноват. Я изменюсь. Завтра все, поменяй. И все. Она говорит, так? Я говорю, да, ну так, все, поменяли, все, проблемы решены. И так далее. И это... И я понял, что, ну, спать нельзя в конфликте. Вообще-то Библия говорит, что нельзя идти спать, если у вас есть конфликт. Это библейское наказание. Библейское просто прерастережение. В следующее утро у вас не будет конфликт. У вас будет... У вас будет бомба дома. Это радиоактив будет уже проблема. Есть три проблемы конфликта. Это проактив, реактив и третье. Это радиоактив. И это уже в следующий день. Это уже не проблема. Это уже мама проблем. Которая рождает все остальные проблемы. Там уже приходит дьявол. Навязывает всякие мысли. И поэтому вот один раз я помню, что мы так заснули. Это не означает, что у нас всегда проблемы решались. Было время, что мы просто решили на такой уровень, что мы спокойно, мирно можем идти. И мы знаем, завтра мы продолжим этот разговор или продолжим решать это. Но мы вдвоем в мире в этом. И поэтому из-за того, что я люблю спать, я сразу так смотрю на часы и думаю, не стоит. Не стоит выигрывать. Сегодня надо просто решить это. И все признаться в своих ошибках и так далее. Мы по-разному решаем конфликты. Я люблю во время конфликта оставить ее на минут 20 и пойти голову проветрить. Она не может голову проветрить. У нее все кипит там. И если мы это не решим, оно все взорвется. И я это не знал вначале. Потом только я понял. И она поняла чуть больше о мне, что если я хочу маленький брейк на 15 минут, это не потому, что я хочу оставить ее. Это потому, что если я ее не оставлю на 15 минут, у нас может быть похороны. Два похорона сразу. Это нехорошо. И вот такое. Что ты можешь добавить насчет этого? Да нет, вроде все. И самое главное, конечно, научиться, что у нас две минутки осталось. Самое главное для нас это было научиться в том, что мы разные. И не поменять человека. Все конфликты, это из-за наших разниц. Я люблю более сохранять деньги и жертвовать, но не тратить. Я не люблю тратить деньги. Она любит тратить деньги. Сильно любит тратить деньги. Она наслаждается тем, чтобы просто идти в молл. Я как пастор Павел. Живу одним днем. Одним днем. Да. И вначале это было так трудно, особенно когда ты чувствуешь, что ты заработал. Это мои деньги. И пару раз я получил за это, за мои деньги. И это. И поэтому я это больше не использую. И я, значит, чем больше мы уже живем, тем больше я начинаю более быть свободным. Тем, чтобы, ну, если зарабатывать, кто-то должен их тратить. Пусть, ну, она тратит их. Чем, ну, лоеры будут тратить, или государство тратить будет. Ну, пусть кто-то один хотя бы тратит. И это, ну, и покупает. Ну, она очень ответственная, очень ответственная. Но все равно она по-другому тратит, чем я. Например, если я бы тратил деньги, если бы тратил. Я не трачу, но если бы я тратил деньги. То я когда-то, мы вместе ходили в шаппинг, но потом я понял, для нашей счастья и для моей sanity мы вместе не делаем шаппинг. Я так шаппинг делаю. Я иду, я смотрю сначала, где clearance section. И на clearance я не смотрю ни на college, ни на size. Я смотрю сначала на цену. И только после того, как я посмотрю на цену, я делаю выбор, если это мне надо или нет. И потом только делаю выбор, если это подойдет. А Света, она идет, она глазами на все смотрит. Она выбирает, покупает. И домой только, в дом она узнает, сколько оно стоило. Ну, это уже чересчур. Один раз только так было. Я не помню ни одной вещи, очень мало вещей, которые Света может сказать, сколько оно что-то. Она говорит... Давай новый картизер. Да, да. Мы покупаем, но... Уже знаем, как решать конфликты. Нет, а сейчас просто я... Ну, она купила, сколько, 70 баксов. Ну, сердце так чуть-чуть заболело. Сначала я говорю, Влад, все нормально. И это. Я говорю, ну, это тебя счастливо сделал. Конечно. Ну, хотя бы один из нас будет счастливый. Хорошо. Хорошо. Happy wife, happy life. Я думаю, что там 70 долларов, да? Да. А что там 70? Там 70, там 50, там 100 и так далее. И поэтому уже более мы стали насчет этого свободны. Что нас поменяло? Я думаю, если я жертвенный с деньгами на Божье Царство, ну, и на миссии и так далее. У нас пару раз уже мы за последних даже 4 года, что мы просто все отдали, что у нас было на аккаунте. Осталось только там 100 баксов на бензин на ту неделю. И я думаю, если я так для Бога пожертвовал, для чего? Если там жена 100 баксов или 200 протратила. Почему тут пульс терять после этого? Ну, все нормально. И это. Можно после этого жить. И чем больше я начал с жертвенным, тем более с ней. Тем более она стала, ну, более сохранять. Даже и меньше тратить. И это один из таких разниц, с которыми мы начали учиться. Конфликты и остальные вещи. Мы просто по-другому смотрим на мир, по-другому даже наше взаимоотношение с Богом. Хотя сейчас, чем дальше мы идем, тем больше мы стоим похожи на друг друга. Раньше я был, ну, там, в 5 утра встаю, а она ночью любит там, ну, с Богом общаться. А сейчас мы вдвоем утром. Раньше я там в джим только ходил. А сейчас она, ну, каждый день там тоже ходит в спортивный зал. Только я хотел более так в служении. Она хотела рядом быть. Сейчас она тоже имеет, ну, и ячейки и так далее. И мы начали просто, я понял, что из-за того, что я ей не перетягивал на свою сторону, и она меня не перетягивала на свою сторону, и мы просто встречаемся на посрединке. Я чуть-чуть остаюсь, как она, она остается, как я. И чтобы не чувствовалось то, что через наш брак я себя потерял, а она себя приобрела. Чтобы мы чуть-чуть друг друга приобрели и чуть-чуть себя потеряли. Стать, как и говорит, одна плоть. Это процесс. Вы, мы не станем это через молитву, ни через энкаунтер, и ни через освобождение. Здесь никаких бесов нету. Это просто процесс. Я сначала думал, когда вот с ее там, с деньгами и остальными вещами, думал, что сначала за этим стоят демоны. Потом понял, что это не демоны. Такие духи не изгоняются. Да, просто когда мы начинаем видеть разные personalities, разные, как, персонали? Разные личности. Допустим, он вот такой вот, я вот такая. И не смотреть на эти черты, как что-то не в порядке с ней, что-то не в порядке с ней, а как на разницу. И уважать эту разницу. И вот тогда мы будем видеть результаты, когда мы будем соединяться вместе более в одного человека, а не как перетягивать. Перетягивание на свою сторону, это неуважение личности. И последнее, что мы помолимся, это то, чтобы найти черты другого человека, в котором он лучше тебя, и подчиниться этому человеку в этой сфере. Например, когда мы строили дом, и насчет цветов, или там дизайна, или так далее, Света, она все, что хотела, то выбирала. Я просто, yes, yes, yes. Она спрашивает, что ты думаешь? Я говорю, ну, то, что ты. И все. Насчет, например, моей одежды, что я одеваю, там, прическа и так далее, или даже машины наши, какие наши машины и так далее. Это, ну, Света все. Раньше, перед тем, как я знал Свету, у меня Тойотка, а Тойотка, Тату всегда говорил, ну, японские машины дешевые, ладить и купить. И все. Я женился на Свете, ну, она что-то там германское захотела. Хорошо. Я чуть-чуть поменялся в ту сторону. Мне там по барабану, на чем я буду ездить, на автобусе, у меня мопед есть тоже. И это, я на мопеде люблю ездить. И это. И я в этой сфере, я подчинился просто, я знаю, что у нее, она была пейнтер. Какое ты место заняла? Когда мне было 16 лет, я закончила художественную школу в России еще, параллельно с хайскул, которая у меня была тоже с художественным уклоном, и потом два года художественного колледжа. Короче, у меня целая такая артистическая учебное прошлое. И я, короче, заняла первое место в Восточной Африке, в Южной Африке, извиняюсь, первое место выставки какой-то там международной 16-летних. И третье место, по-моему, во Франции тоже выставки, когда мне было 16 лет. То есть у меня немножечко с уклоном артистическим, и он мне полностью доверяет в этой эре, и мне очень приятно, потому что я знаю, что это моя сильная черта, и я люблю это дело, и я I'm good at it, и он мне в этом полностью доверяет, и мне это очень нравится. А в какой сфере ты мне доверяешь? А я тебе доверяю с нашими финансами, у меня от этого голова болит, я не хочу даже думать, куда, что, чего. Ну, я помогаю, там, там, Биллз туда-сюда, но в основном я это ему оставляю, и, да, и в духовной сфере тоже я, мне нравится тот факт, что я могу ему полностью доверять, и даже если я даже если я что-то не понимаю, как ты говорила, полностью просто довериться мужу в такой, в этой эре у меня. Расскажи чуть больше о мне. Потом услышишь. Насчет, я еще одно хочу подчеркнуть, насчет финансы и насчет жертвенности или жертвы служению. Ну, сейчас Света, она решает у меня, куда я поеду, куда я не поеду, даже когда вот приглашение есть, то они заполняют на веб-сайде, и это идет в ее имейл, и она это решает. А потом меня спрашивают, если я хочу туда ехать или нет, поэтому я ей дал это распоражение, и второе, что я не езжу без нее теперь. Если, например, я езжу, и она, ну, в церкви работает, и если говорят, ну, мы не можем заплатить за ее билет, тогда она говорит, ты хочешь доехать или нет? Если я вот, ну, там ни разу не был и то и сё, то, ну, церковь, честно, она тоже может ее оплатить, хотя мы этой возможностью не используемся, то мы смотрим, если мы хотим, то мы заплатим, если нет, то мы просто говорим, мы не поедем, у нас другие приглашения есть, и тогда дали, чтобы я ее постараюсь, чтобы она была всегда вместе с служением. Она решала насчет даже и служения, чтобы я не хочу делать, сейчас, конечно, если у нас нету детей, то оно помогает, но даже и в будущем я хочу, чтобы она в этой сфере, она решала. Но хочу одно подчеркнуть насчет жертвенности или финансовых decisions, которые мужчины делают. Мы стараемся, перед тем, как я, мне Господь ложит на сердце, пожертвовать что-то. Это было пару раз, что мы всем пожертвовали. Я помню, когда вот мне Господь пожертвовал пожертвовать ее автомобилем, это было тоже интересно. Но я всегда, никогда не прихожу и говорю, Бог сказал и подчиняйся. Я все говорю, я вот чувствую в моем сердце, что Господь хочет, но ты имеешь право. Если ты не чувствуешь это в твоем сердце, мы просто это положим в сторону. И я помню, только одна ситуация была, где Света, она меня поправила, было то, что мы продали первые недвижимости, мы пожертвовали все финансы из этого недвижимости, которую я имел 10 лет на миссию. Вторую мы продали. И там было, как раз это было, мне это было 30 лет. И мы решили вместе пожертвовать не все финансы, но половину этих тоже пожертвовать. Но я хотел пожертвовать 30 тысяч долларов, потому что мне было 30 лет тогда. И как-то 30 и 30. Мы были на вакейшене в Мексике, и я помню, у меня такая, просто знаете, 30 и 30. Думаю, такое было классное свидетельство. Я на 30-й день рождения пожертвовал 30 тысяч баксов. Я думаю о свидетельстве, я даже не думаю, там что-то, Бог хочет ли от этого или нет. И я помню, мы на этом, в Мексике, в Сен-Диего, в Мексику, тогда были на крус. Я говорю, знаешь, такое побуждение. В прошлом году мы пожертвовали 20 штук, просто не было 10, но просто, говорю, в этот год 30. Я говорю, на мое день рождения. Знаете, я уже о денегах не думаю. Мне уже, знаешь, когда ты уже залез в эту жертву, уже ты не думаешь о деньгах. Ты уже просто думаешь, чем подальше, побольше, и так далее. И она говорит, послушай, ты жарчишь, хочешь 30, потому что это чувствуешь от Бога, или потому что ты хочешь когда-то это в проповеди сказать? Я говорю, ну не так, конечно, для Бога. Она говорит, ну ты просто правильно себе ответь. Какой мотив этот? Говорит, потому что, если ты это для иллюстрации проповеди, говорит, это очень дорогая иллюстрация. Если, говорит, ты чувствуешь побуждение, то, говорит, делай это. Но если это ты делаешь для того, чтобы ты мог бы блескнуть это в проповеди, то, говорит, ну не надо это делать. Сделай что-то другое. Найди другую иллюстрацию. И это, ну и мы, 10 тысяч пожертвовали, не 30. Короче, у меня теперь нету такой иллюстрации. И я так, где-то внутри чувствую, что все равно надо было пожертвовать. Теперь у тебя иллюстрация, а то иллюстрации. О, да, видите, я все равно нашел иллюстрации. Да, другой иллюстрации. Да, и я всегда говорю, ну мужчинам, особенно если тебе, ты тебе пороческий дар, или ты там с Богом напрямую, и это, а жена там, ну, у нее контакта нет, то ты чувствуешь так, и это, никогда, никогда, никогда не делай, если жена или муж не имеет покоя над этим, никогда не сгибай их. Если у них нету покоя, насчет финансов, особенно насчет, где надо жить, в каком служении надо двигаться, особенно если они верующие, понятно, если они не верующие, а если не верующие, подожди, потому что если сам оторвешься, то будешь сам. И это, знаете, легко ехать самим в поле, в Портланд, но когда за тобой едут пять других машин, ты не можешь ехать, как хочешь, ты должен ехать так, чтобы за тобой успевали, и я так понял, теперь в моей духовной жизни со мной едет еще один человек, я не могу теперь гнаться, как хочу, я теперь должен рассчитывать то, что она едет за мной, и она может не так быстро, в такой сфере, как со мной, поэтому я должен или чуть-чуть slow down, и Бог благословляет единство, не просто, если Бог тебе так говорит, во-первых, не все, что идет в твою голову, от Бога, есть вещи, которые просто твой дух, побуждение хочет больше Бога, и не сразу, не добавляй, Бог сказал, потому что это может быть не всегда так правильно, и мы всегда стараемся так, что у нее было пару раз, где все свои подарки на свое рождение она отдала, или мы ехали на одно служение, и у нее было побуждение благословить служителя этого церкви, там X amount of money, я это не чувствую, я говорю, ты чувствуешь, давай, делай, и все, и это, но насчет этого надо быть очень аккуратным, чтобы не потерять друг друга, аминь, давайте мы встанем сейчас, потом у нас будет, если вы вместе, давайте просто возьмитесь за руки своим, with your spouse, and if you sing good сердце свое, держи просто, и все, мы просто сейчас помолимся, чтобы Господь разрушил всякие слова, которым, может, вы друг друга угрожали, слова развода, я хочу, чтобы просто, если вы это делаете, что вы в этом сейчас просто покаялись, если вы использовали слова, как всегда, ты всегда, ты никогда, чтобы вы тоже в этом покались, может, это просто неправда, если человек один раз это сделал, значит, нельзя говорить, что всегда или не всегда, если мы уже грубили, или тарелки летали по дому, или остальные вещи, которые просто не характеризичны для христиан, что мы просто в этом покались и сделали выбор, это никогда не делать, если ваш партнер или ваша супруга, она имеет прошлое, и он имеет прошлое, наркомания, может, там, алкоголь или порнография или что-то. И вы это всегда приносили в ваши конфликты, чтобы подняться в конфликте, сделать себя лучшим в этом конфликте. Я хочу, чтобы вы в этом покаялись и чтобы сейчас сделали выбор. Это никогда больше не делать во имя Иисуса. Давайте мы помолимся. Драгоценный Господь, мы приходим перед тобой сейчас в покаянии. Господь, те из нас, которые сегодня, Господь, много наломали дров в этой сфере, которые угрожали разводам, которые, может, Господь, чувствовали, что нас не слышали, наши чувства, они не воспринимали, мы добавляли туда грубые слова, мы добавляли туда всякие нехорошие слова, обзывали друг друга. Господь, там, где мы, может, говорили то, что не было правильным, я прошу Тебя, прости нас сейчас, Господь, омой нас кровью Твоей, пусть разрушатся силы этих слов над нашим браком, над нашей жизнью. Драгоценный Господь, если в наших мыслях, это мы уже запустили мысли, что мы сделали ошибку, что нам надо как-то думать о будущем, не потерять, может, еще один шанс быть счастливым в жизни, я прошу, чтобы эти лисицы сейчас, они все просто поумирали, чтобы эти мысли, они были разрушены сейчас, чтобы мы этот гарбит выбросили из нашего разума во имя Иисуса Христа, Господь. То есть тем человеком, которым мы женились, это Твой подарок для нашей жизни, это, Господь, Боже, Твое благословение для нашей жизни, это, Господь, наше счастье и наше благословение. И мы это провозглашаем сейчас, мы в это верим, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь, чтобы Ты нам помог, Господь, не идти спать, Господь Боже, чтобы солнце не сходило, Господь, при нашей злости, при нашем конфликте, чтобы мы, Господь, не выигрывали конфликтов, но чтобы мы их решали, чтобы мы не перетягивали человека на нашу сторону, Господь, потому что мы встречались по средине, Господь, чтобы мы ставались одним, Господь Боже, чтобы мы ставались одной плотью. Я прошу Тебя за каждого человека сейчас, я прошу Тебя за каждую пару сейчас, во имя Иисуса Христа. Пусть всякое оружие сделано дьяволом против их, оно разрушится прямо сейчас именем Иисуса Христа. Всякое родовое проклятие развода, всякие вещи на мозгах, на разуме, которые дьявол сегодня принес и просто наложил, я разрушаю это именем Иисуса Христа. И пусть Господь придет в благословение с неба, пусть придет в благословение Авраама, пусть придет в благословение Исаака, и благословение Иакова, Господь, на нашу супружескую жизнь, на наши финансы, Господь. И там, где есть несогласие, Господь, дай нам взаимность, дай нам любовь, Господь, во имя Иисуса. Дай, чтобы мы взросли, Господь, дай, чтобы плод Духа, Господь Божий, он проявлялся в нашей жизни, чтобы, Господь, при окончании нашей жизни мы увидели освящение наше, Господь, при нашем изменении, во имя Иисуса Христа. Аминь.